Сотрудники прокуратуры подвели итоги работы за 2018 год. В коллегии также приняли участие представители власти, руководители регионального управления МВД России и уполномоченные по правам человека, ребенка и предпринимателей в Ненецком округе. О положительных результатах и проблемных моментах в работе специалистов ведомства расскажет Иван Кутейников. Всего за прошлый год прокуратурой Ненецкого округа выявлено свыше трех тысяч нарушений законодательства. Большая часть из них в социальной и экономической сфере. По результатам проверок порядка 400 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В суды направлено около 300 исковых заявлений на общую сумму более 13 миллионов рублей. Кроме того, в 2018-м значительное внимание прокуратуры уделялось вопросам контроля природных территорий. Всего в этой сфере выявлено 341 нарушение закона. Благодаря принятым прокуратурой мерам органы государственной власти в прошлом году выполнены работы по очистке от накопленного вреда остров Калгуев. Недропользователями планируется завершить рекордивацию месторождений на острове. По исковым заявлениям прокурора проведена работа по установлению и описанию границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Семьи озер, расположенных на территории города Наринмара и поселка Искателей. Ордами власти и местом самоуправления ликвидировано более 14 несанкционированных мест размещения отходов. Сотрудники ведомства отмечают, что по итогам прошлого года в регионе зафиксирован общий рост преступности на 10%. Тем не менее, произошло снижение количества особо тяжких преступлений на треть. Благодаря регулярной профилактической и разъяснительной работе, проводимой с населением, снизилось и число мошенничеств, в особенности телефонных. Но значительно возросло количество краж, грабежей и вымогательств. Особо пугающей выглядит статистика преступлений с участием подростков. В совершении краж и грабежей вовлекается несовершеннолетняя. А число совершенных ими таких преступлений увеличилось почти втрое. Однако наибольшее опасение вызывает общая картина преступных несовершеннолетних. В прошедшем году учтенных преступлений, совершенных подростками, возросло практически вдвое – 27,51. А количество административных дел, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних, увеличилось более чем на 30%. Во время коллегии слово взял депутат Государственной Думы от Ниньцкого округа Сергей Коткин. Он подробно остановился на проблеме коррупции. По его мнению, на сегодняшний день это один из самых важных вопросов для безопасности страны. Для его решения Государственной Думой регулярно вносится изменение в федеральное законодательство. По силовому блоку такие законы принимаются, в том числе по прокуратуре. Мы существенно дали дополнительные полномочия органам прокуратуры по социальной поддержке, материальной поддержке. Сейчас по заработной плате идет подробное обсуждение в лице своего депутата от вашего округа. Я думаю, что в этом плане найдете, безусловно, поддержку. Но и внесли в первом чтении в прошлом месяце, мы ужесточили требования к прохождению службы сотрудников прокуратуры. Тот перечень, основания по которому они могут увольны, тоже будет расширен. Прокурор Ниньцкого округа Николай Егоров отметил, что действительно большинство преступлений в регионе связаны с экономической направленностью. Но большая часть из них не имели резонансного характера, а суммы ущерба в целом незначительные. У нас есть эти проблемные вопросы, связанные с использованием бюджетных средств на строительство. И мы все знаем эту ситуацию сейчас с важными государственными контрактами для любого участия округа в строительстве социального жилья. На что тоже надо обратить внимание. В ходе коллегии сотрудники ведомства отметили необходимость усиления контроля за медицинскими учреждениями. Ведь 2019 объявлен в Ниньцком округе годом здоровья. Важно следить за эффективностью государственных программ, а также законностью расходования бюджетных средств в сфере здравоохранения. Результатом такой работы должно стать повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению региона.